И всем привет, сегодня снова с вами Тимоха и сегодня для вас я проведу гайд для новичков, тех людей, кто начинает только играть в лентуровод, кто начинает с ней знакомиться. Этот гайд расскажет вам о том, как стоит начинать играть в лентуровод, что стоит посмотреть заранее перед тем, как идти на серверах, играть с людьми, чтобы быть уже хотя бы более-менее подготовленным. Кто вообще только-только начал играть в игру и не знает ни о серверах, ни о самой игре. Для начала у вас будет английская версия, я буду играть на русский, локализацию возможно я отдельно видео оставлю, как перевести на русский язык эту игру. Так вы жмете play, у вас будет вместо обучения tutorial, вы его проходите, проходить я его не буду, я просто говорю, проходите tutorial, это очень помогает. Все основные действия там показываются, которые вам очень-очень помогут в управлении хотя бы как минимум разобраться. И также вы получите шапочку за прохождение tutorial, за достижение, грубо говоря. Также перед тем, как начать играть в сетевой игре, советую поиграть чуть-чуть, хотя бы, но в одиночной игре, чтобы разобраться и так далее. Допустим, жмем мы, у вас будет называться single player, у меня одиночная игра. Я советую вам начинать на карте play, особенно для тех игроков, у которых слабый ноутбук, либо компьютер, который не может потянуть большие карты, допустим, в кейстов раши, я вам не советую начинать играть. Допустим, давайте мы нажмем начать. Можете, советую, чтобы разобраться в игре, здесь выбрать easy. Здесь у меня написано легко, у вас будет easy. Также чит-коды, галочка, чтобы стояла. Сейчас я вам расскажу, зачем это нужно, чтобы вы могли разобраться вообще с предметами. Если вы, конечно, хотите быстро понять эту игру, то вам надо знать некоторые команды, которые вы можете использовать в локальной игре в single player. Понять оружие, посмотреть его, посмотреть борьбовое. Сейчас эти команды мы вместе с вами будем вводить. Я буду показывать. Также все эти команды в описании будут. Я, по большей части, много ID что-то помню у себя в голове, на это можете не обращать внимания. Здесь у меня установлены некоторые моды, на них мы смотреть не будем. Что ж, первая команда, которую вам стоит знать, чтобы выдать себе какой-либо предмет, чтобы не бегать и лутаться. Нет, конечно же, для начала я советую вам побегать, изучить карту. Просто посмотреть ее окрестности, бегать по всем вот этим местам, понять где какой лут падает и где какие зомби обитают. Чтобы вам было хотя бы понятно, где вам начинать лутаться лучше всего. Но, в основном, если вы хотите сразу увидеть все оружие, все машины, то вам понадобятся такие команды в single player, как slashgiv. Вот, допустим, мы пишем, slashgiv.363. Нам выдается оружие, как вы можете заметить. Вот, мне выдалось оружие, эмочка. Допустим, я хочу себе выдать меткид. Это у нас силочка, slashgiv.15. Вот, у нас выдается силочка, мы можем ее заузать. Хотя у нас плохо. И такая команда, чтобы вызвать машину. Это slashvehicle. Допустим, я хочу 13. Вот, у нас падает машина. Это две основных команды, которые, чтобы понять, какие есть машины, какое оружие, какая одежда, какие вообще предметы присутствуют в этой игре. Но, в основном, также надо понимать то, что в этой игре есть система RPG. Прокачка навыков. У вас будет написано skills. Как видите, у меня здесь описано, что и какой навык дает. Невероятная мощь. Увеличивает силу атаки в ближнем бою. Стабилизирует отдачу, увеличивает аккуратность. Это меткий стрелок и ловкость. Увеличивает скорость перезарядки и удара молотом. Кардио увеличивает скорость регенерации, выносливости и кислорода. Упражнение. Уменьшает растрату кислорода и увеличивает скорость движения. Уменьшает дайвинг. Уменьшает растрату кислорода и увеличивает скорость движения в воде. И паркур. Увеличивает высоту прыжка и уменьшает растрату выносливости при прыжке. Как видите, здесь есть три ветки. Атака, оборона, то есть защита и поддержка. Я советую вам прокачивать для убийства игроков вот эту ветку. Если, конечно же, вы хотите защищаться, то основные все вот здесь присутствуют. Икспу. Как же мы получаем икспу? Икспу мы можем получать за убийство зомби, либо за срубленные деревья. Допустим, давайте я вводим себе топор. Мы выдадим себе топор. Мы срубим дерево. У нас займет это парочка ударов. Но дерево в итоге мы срубим. Видите, начислилось семь опыта. Допустим, у меня 13 опыта, я могу прокачать себе что-либо из этого. Стоимость улучшения 10 опыта. 10 икспу, если на английском. Здесь 5 стоимости. Изначально. И семер. Вот. Смотрите. И моя скорость, во-первых, увеличилась. И выносливость тратится намного медленнее. Что ж, ребята, я пофармил немного деревьев. Как можете заметить, чтобы накопить экспириенс. Я выдался и также бензопилу. Смотрим. У нас также есть случайный навык. За 25 экспириенс. Допустим. Вот. Мы можем выбрать кровавое месиво. Увеличивает количество крови, выбиваемость противника при ударе выстрела. Плюс 700% увеличения. Увеличение количества крови. Значит, когда мы будем бить или выстреливать противника, у него будет добавляться намного больше хп. Также кровотечение у него будет вызывать намного более сильные дамаги. Это основное. Сразу вам советую. Для начала игры на онлайн сервере, самое что главное, это построить дом и прокачать себе скиллы. Как минимум, главное качать это кардио и X-Rise, чтобы быстро бегать, чтобы убежать, либо догнать противника. Это самое основное на началах. Что еще можно основного вам рассказать? Как из себя выглядит постройка дома? Это мы можем сделать, допустим, так. Сейчас мы собираем дровин. Я вам примерно покажу, как построить коробочку. Просто обычную коробку. Один фундамент. Нам этого более чем хватит. Возможно, для крафта. Давайте я вводим, кстати, себе рюкзак крафта домов и постройка их. Я сделаю отдельное видео. Но это, так сказать, вступительные гайды для тех людей, которые только и только начинают играть в интернет. И вот я пособрал бревнышки. Мы заходим. У вас будет написано крафт. Жмем на домик. Здесь у меня не переведено. Нам нужен флурм. Где у нас флур? Флур – это фундамент на английском. Это у нас треугольный флур. Нам нужен такой. Мы правой кнопкой мыши жмем. Берем «взять». Поставим его, допустим, здесь. И нам нужны пилары. Пилары – это столбики, на которых мы можем ставить стены. Четыре пилара. Все, четыре пилара у нас есть. Мы их ставим. Как видите, здесь все достаточно просто и понятно в плане постройки дома. Теперь нам нужны три стены. Давайте. Стены у нас называются на английском «вол». «Вол, вол, вол». Вот у нас «вол». Он хватает на две стены. Давайте мы сейчас дверь поставим. И порубим еще деревья. Также вы посмотрите, насколько быстро, допустим, сломать будем заберем деревья. Забираем бронюшки. Как видите, экспа начисляются за срубленные деревья. Ну, нам, в принципе, этого хватит, чтобы основную идею достроить. Если что, мы с вами срубим еще. Проблем я в этом не вижу. Все равно это обучающее видео. Вы будете видеть, хотя бы что, как надо делать. Ставим еще одну стенку. И нам нужен дверной проем. «Дурвай» называется. «Дурвай», «Дурвай». Так, это гараж. Это нам не надо. Вот «Дурвай». Мы ставим «Дурвай». Как видите, здесь ставится дверка. Здесь потолок. Давайте мы оформим еще этот шток деревца. Сделаем потолок. И я заспал нам железную дверь. В чем отличие деревянных от железных дверей? Деревянные двери может открыть любой игрок, вне зависимости, кто-либо ее поставил. Железную дверь может открыть только тот игрок, который ее поставил, и те люди, которые находятся с ним в группе, в команде. Чтобы вступить в команду с другом, вам надо создать отдельную группу в Steam и вступить ее также в самой игре и в самом Steam, чтобы, так сказать, быть друг с другом. И вы сможете открывать сейфы свои друг друга, вне зависимости, кто бы их не ставил. И также двери. Это на этот счет будет отдельный вид, как создать группу, чтобы вместе играть с другом, чтобы вы друг друга не могли убивать и видели друг друга на карте. Теперь нам нужен Roof. Roof – это у нас на английском потолок. Давайте сейчас мы с вами посмотрим, где у нас тут Roof. Это треугольный, нам не надо. Обычный Roof. Так, то ли я уже пропустил, или где? Grand Roof. Это у нас потолок. Выставим потолок. И, по-моему, если мне память не изменяет. Сейчас я с ID-шник угадал. Да, это у нас... Нет, это не толстяная. Нам нужен другой ID. Сейчас мы с вами поэкспериментируем немножко, потому что я не помню. Так, нет. Дивая. 3, 7, 6, не оно. Нет, это у нас уже металлические части дома прошли. Сейчас тут должна быть где-то дверь. Вот, 3, 7, 8 – это металл-бург. Вот мы ставим дверку. Все. Домик готов. Одно фундаментный дом. Эту дверь могу открыть только я. Если, предположим, здесь был бы другой игрок, он бы ее открыть не смог. Как видите, наводясь на стену, либо на дверь, собрать, удерживайте F. И также показано ХП. Жизнь. Как бы, допустим, давайте я сделаю так. Сейчас я выдам себе гранату, и мы посмотрим, как убавится ХП у двери. Давайте мы ее кинем. Как видите, у... А, двери даже не нанесло. Гранаты у нас не наносят вообще дамага. Хорошо. Ну, поступим по-другому. Ну, тогда ударим с РПГ. Ну, скорее всего, тут уже разлетится все. Ну, давайте мы попробуем. Нет, все живо. Как видите, что-то я могу не понимать. То ли это может из-за того, что мод стоит из-за. Хотя, по логике вещей, точнее, если правильно так подумать, я не могу наносить урон своим постройкам. Ну, вы поняли, малый день. Если я бы кинул гранату, снеслось бы, допустим, 30% ХП у этой двери. Когда бы стала 0, она бы сломалась. Я бы мог бы зайти. Так рейдят дома в Интурнет. Это постройка у нас дома. И самое главное. Почки лута, которые стоит улетать. Давайте я открою карту Пэй. Пэй самая легкая для начинающих игроков. Можете смотреть, запоминать. Я буду произносить Симмерсайт Милитрий Бэйс. Это военная база на данной карте. Советую строиться рядом с ней. Либо где-то в этом районе, где я вожу мышкой. Либо вот здесь, на вот этой горе. Здесь спалится оружие, военная одежда, военная техника и тому подобное. Патроны. Конфедератион Бридж. Это второе место, где стоит рядом обитать. Где-нибудь вот здесь, либо вот здесь также. Рядом будет военная база. И вот этот мост. На этом мосте. Мосту, точнее. Спавнится также оружие, патроны. ХП, точнее хилки, всякие таблетки и тому подобное. Что советую. Третье место, которое нужно улетать. Это Овери Присы. Здесь спавнится одежда. В заключенных и, так сказать, охранников. И спавнится оружие охранников. Это Дробовики. Тоже достаточно хорошее место. Остальные места не особо, я бы сказал, хорошие. Олтон Исл. Вообще бесполезный остров. На нем только стоит построиться. Вот где-нибудь здесь, чтобы не было видно с этих сторон вашего дома. Вот где-нибудь здесь. Здесь вообще не спавнится какую-либо лу. Также могу посоветовать построиться в Пират Кэф. Вот здесь будут находиться пещеры. Но она небольшая, места там немного. Другие места лутания смысла не имеет. Допустим, Стратфорд можно залутать вот здесь, где вожу. Находится магазин оружия. Сюда стоит заходить сразу же. Также здесь будет больница. Здесь можно пособирать метки, таблетки, перевязки и тому подобное. Я назвал самое основное место, которое тут стоит лутать. Остальное все это фермы, по большей части и другие города, где спавнится оружие в малой части. Потому что там находятся либо полицейские участки, либо просто магазины оружия. И то, магазин оружия по идее находится только в городе Стратфорд. Вот в этом городике вы можете найти, так сказать, магазин оружия. Но оружие там не самое элитное. Поэтому я советую строиться рядом и обитать вообще где-нибудь здесь. Это Самурсад Милитри Бейс, либо Конфедератион Бридж. Здесь вы сможете ему лутать хорошее оружие, снаряжение, очки ночного видения и тому подобное. Это то, что у нас на плейд. Возможно, я буду делать такие же гайды, но на другие карты. Из основного. Все команды, которые сегодня прописывал, я оставлю в описании. Также ссылочка на CID Unturned я скину в описании. Все будет. Также сейчас я поставлю на паузу и покажу вам, что из себя представляет онлайн сервер. Я зайду на свой собственный сервер, который я держу. Также группу сервера я оставлю в описании. И IP и порт. Что ж. Для вас это будет 1 секунда. Что ж, ребята, мы продолжаем. Я зашел на свой собственный сервер. Что ж, давайте я вам расскажу, что из себя представляют сетевые сервера. Сетевые сервера представляют себя обычно. В них 24 слота. Максимум игроков. Что? Также здесь установлены разнообразные плагины. Допустим, самые популярные плагины. Допустим, мы пишем SlashKids. Как видите, в чате у меня пишет доступ к таким китам я могу использовать. Что из себя представляет киты? Давайте мы это выкинем. Я пишу SlashKid. SlashKid. Sur. Vival. И получаю начальный набор для выживания. Это именно так набор называется на моем сервере. Также я получаю дополнительно 100 экспириенсов. Но у меня тут экспириенсы больше. Как видите, у меня все стилы прокачаны на фул. Такие еще следующие команды. Такая команда, как TPA. Это команда у нас запрос телепортации к другому игроку. Вы пишите SlashTPA, пробел и никнейм друга. Допустим, я напишу, я не знаю, кто у нас есть на сервере, кто примет мой TPA. Давайте это у нас будет TNT. Нет, давайте ЕТ-Слоник. Просто TPA-ET. Как видите, вы отправили запросу ЕТ-Слоник-1337. Если он сейчас примет, то вы посмотрите, как себя это работает. Ну. Примет, не примет. Ну, я думаю, не примет. Он, наверное, занят. Я не знаю, если он вообще будет принимать. Ну, ладно. Принимать он не стал, но я думаю, вы понимаете. Он примет, меня телепортирует сразу же к нему. Вторая команда. Это SlashFomer. Она пишется вот так вот. Эта команда телепортирует вас на вашу кровать. Допустим, я выдам себе кровать. Вот. BlackBether. Я ставлю ее. Обязательно, чтобы вы могли телепортироваться на свою кровать, надо нажать «Навестись на нее» на F. Как видите, пишется «Освободить кровать». Я ее занял. Теперь я пишу SlashFomer. Стою на месте. И я телепортирую сюда. Это три основных команды. TPA, KITS и HOMO. KITS на серверах разные. Но телепортация и HOMO работают одинаково. Также на серверах обычно пишет, кто заходит, кто выходит с сервера, кто кого убивает и как, и с чем обычно. Также для игроков. Если вы видите игрока с голубым вот таким никнеймом, это администратор сервера. Так как многие начинающие игроки заходят в сетевую игру и не понимают, что перед ними стоит админ. И он не убиваем зачастую. Конечно же, если это не админ играет, допустим, как игрок. Но я на своем сервере как игрок никогда не играю. Что еще я могу вам, в принципе, рассказать. По большей части из плагинов то, что вы используете, это основное. И также советую, если вы русскоязычный игрок, но это в любом случае лучше будет меня смотреть, советую заходить на сервера, где есть приписка «РУС». И также смотреть сервера по пингу, чтобы у вас не было лагов. Допустим, на моем сервере у меня пинг 50. Это стабильный нормальный пинг. А если пинг уже будет выше 80, то этот пинг будет сказываться на мне и на окружающей среде. У меня все будет сильно лагать. Также вы можете в настройках себе в опциях поставить КВС и задержка. На КВС это у меня покажет FPS и мою задержку. В FPS у меня 50-60 кадров в интернет на средних настройках игры. Что еще я могу вам основного сказать? В принципе, также есть обычные команды «РУЛИС» на серверах. Это правила. Допустим, вот мои правила на сервере. Допустим, вот мы промотаем. Вы играете на сервере название. У нас есть команды. Употребление ненормативной лексики. Тарается мутом или китом. Создатели – кракен тимов. Админки покупают только у админок – кракен или тимов. Использование багов и читов. Тарается баном. Удача и приятной игры. Советую перед тем, как заходить. Точнее, как зашли на сервер. Попробую прописать эту команду. На всех серверах разные правила. Как бы, бывают они похожие, но есть правила отличающиеся. Поэтому, перед тем, как ругаться матом в чате или что-то в этом роде, советую вам прочитать. Попробую прописать эту команду. Что ж, это был гайд для новичков. Также будут и последующие гайды более раскрытия основ этой игры. Если этот гайд для вас был учителен, что-то вы все-таки для себя интереснее узнали, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, чего я не мог, не рассказал на начале и тому подобное. Что ж, всем удачи, пока, до новых встреч.